И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус И в сегодняшнем обсуждении мне бы хотелось поговорить с вами об одной интересной детали касательно королевства Инадзумы которая будет добавлена в новом огромном обновлении для игры Геншин Импакт Как вы могли понять, данное видео будет являться моим первым роликом по Геншину и на этом я не планирую останавливаться На данный момент эта игра очень сильно затянула меня своим сюжетом и конечно же геймплеем поэтому я буду очень признателен, если вы поддержите мои старания лайками и интересными идеями по поводу предстоящих тем Сегодня же я хочу затронуть сюжетную деталь того почему Электроархонт, правящий королевством Инадзумы устроил охоту за владельцами глаз бога и какое преднамерение может скрываться за пониманием вечности Не забудьте поддержать меня своими лайками и подписками на канал Поехали! Начнем с небольшого объяснения Если вы не являетесь фанатом Геншина, то для вас слово Архонт или же словосочетание глаз бога является не очень понятным Сперва постараюсь объяснить всю суть, после чего приступлю к своей основной мысли Как уже понятно, далее вас будут ожидать небольшие спойлеры, поэтому смотрите это видео на свой страх и риск В первую очередь стоит объяснить, что Архонты представляют собой особую группу богов, которые преобладают над своим определенным континентом Монштадт, или же город свободы, является государством, где правит Анема Архонт, он же бог воздуха Лилуэ, или город контрактов, находится во власти Геоархонта, также известного как Моракс, бог земли Электроархонт, или же богиня молний, правит королевством Инадзумы Где исходя из сюжета игры, очень строгий порядок и суровые законы Именно там был введен приказ на охоту за обладателями глаз бога Что это за предмет? Глаз бога, это по своей сути подарок Архонта простым смертным, которые стремятся к своим целям, несмотря ни на что Глаз бога позволяет людям использовать основную силу элементов И исключением из этого списка является, как уже понятно, наш действующий персонаж Способный контролировать несколько видов стихий Как известно по сюжету, Анема Архонт и Геоархонт лишились своих сердец бога Поскольку именно эти артефакты требуются Криоархонту, или же царице Какая ее истинная цель, нам не сообщается Понятно лишь то, что Моракс сочувствует ее цели Хоть и не проявляет к этому никакой заинтересованности Теперь поговорим про Электроархонта Как вы уже поняли, именно эта богиня и преследует цель собрать глаза бога и вставить ее в некую статую Ее основные намерения обусловлены вечностью, про которую мы постоянно слышали Что это может означать? Как уже понятно, все дальнейшие мои утверждения будут являться теориями Которые вы всегда можете опровергнуть, дополнить, либо же обсудить в комментариях под этим роликом Если эта тема действительно заинтересует вас, то новое видео по Гиншину обязательно появится на канале Приступим к рассуждениям В первую очередь, политика Иннадзумы очень сильно напоминает самоизоляцию Японии от внешнего мира Которая преобладала в 17-19 веке нашей эры Такая политика называлась Сококу, и о ней вы можете прочитать на любом интернет-источнике Поверьте, это действительно интересное чтиво Возвращаясь к теме Электроархонта и ее взгляда на вечность В голову приходит довольно важная мысль Если учитывать, что идеалом Анема Архонта является свобода А Гелоархонт придерживается контрактов То для богини Молнии все решает постоянство и строгость порядков Как это связано с закрытыми границами, вы узнаете немного попозже Интересный факт Гелоархонт и Анема Архонт являются единственными богами Которые остались от первой основной семерки Архонтов, победивших войне двухтысячелетней давности Из идеала вечности, которых придерживается Электроархонт, можно понять следующее Ее взгляд на мир таков, что все должно иметь постоянство, никогда не меняясь Для нее глаза бога являются излишней добротой Архонтов Смертные не должны преобладать над элементами Ведь это нарушает основное постоянство всех имеющихся государств Возможно факт того, что два самых старых Архонта лишились своих сердец Не оставили богиню молнии равнодушной Перемены и влияние на систему, где приоритет имеют только боги Заставили Электроархонта прийти к решению закрыть границы государства А вскоре начать охоту за обладателями глаз бога Ее не радуют подобные события, ведь все это ведет к медленному разрушению общества, государств И конечно же привычных устоев Кратко говоря, вся идеология вечности перестает существовать А ведь сама атмосфера Инадзумы строится на постоянстве Чего только стоит понимание того, что люди в этом государстве даже не понимают событий Которые происходили за границами страны Их незнание и должно вести к постоянству Следовательно, требуемой вечности Однако, как сказал глава сценарного отдела Геншина Вечность это хаос, а хаос это вечность По мере изучения Инадзумы Мы начнем понимать, что само постоянство представляет основу беспорядка Пропитавшего все общество этого государства Моя мысль состоит в том, что цели Электроархонта в плане вечности являются понятными и одновременно противоречивыми Ее попытка сохранить постоянство в собственном государстве И приведет к тому, что вся страна погрязнет в хаос Потому что одно не может существовать без другого Возможно она действительно боится нарушения порядка Но самая главная мысль этого ролика состоит именно в том Что вмешательство в основу развития правового порядка Включая его ускорение или же полную остановку Ведет к непрерывному хаосу Поскольку это всегда была и остается огромной цепочкой эволюции Если вы хотите дополнить, опровергнуть Или же как-то обсудить эту теорию со мной Или же моей аудиторией Обязательно напишите об этом в комментариях Также не забывайте поддерживать меня своими лайками Подписками на канал и колокольчиком Если вы проявите достаточный актив То новое видео по Геншину не заставит себя долго ждать Еще хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях Стоит ли разбирать весь сюжет Геншина Или же ее определенных персонажей Если вы хотите увидеть что-нибудь подобное Пишите об этом в комментариях Ну а на этом все У микрофона был Максимус И помните В мире не бывает совпадений Все происходящее Это плоды некогда посеянных семян Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok